Добрый вечер, в прямом эфире информационный канал Самара, студии Сергей Гуров. Как идет благоустройство областной столицы после зимы, когда начнется полномасштабный ремонт дорог? Об этих и других вопросах мы сегодня говорим с гостем студии. Это глава областного центра Дмитрий Азаров. Добрый вечер, Дмитрий Игоревич. Добрый вечер. Я перед тем, как приступить к беседе, хочу напомнить нашим зрителям, что мы работаем в прямом эфире, и свои вопросы вы можете задать по телефону 926-04-80 или оставить на нашем сайте, в тройной.дв.самара.ру, где уже началась онлайн-трансляция. Итак, Дмитрий Игоревич, благоустройство традиционно в апреле, месячник. Вы обещали, что будет рекордное количество. Я не могу это обещать, что называется, не посоветовавшись с жителями. Но надежду я такую действительно выражал. Мы с вами встречались, говорили об этом. И мы говорили о том, что в последние два года более 100 тысяч жителей города выходили на уборку его весеннюю. И, конечно, это хороший показатель. Но нам пора делать следующий качественный шаг. Если мы хотим навести в нашем родном городе порядок, конечно, мы должны понимать, что, как и в советские, кстати, времена, мы должны потрудиться все вместе. Я, конечно, очень надеюсь, что в этом году показатели будут гораздо выше, гораздо больше людей откликнется на призыв не только администрации города. Да нет, но призыв, в конце концов, своего сердца, совести, может быть, общественников. Вы видите, да, какие серьезные, авторитетные люди обратились к горожанам с просьбой, с предложением выйти и поработать на благо родного города, на субботники, на средники, воскресники, не важно, что-то сделать для наведения порядка в родном городе. Вы видите, что эти люди представлены, да, и на носителях наружных по всей территории города. Они обратились, обратился и я. Мы в каждый дом подготовили обращение от лица администрации с предложением людей. Мы опубликовали телефоны. Что это за телефоны? В каждом районе они есть, я думаю, если есть возможность, их можно и сейчас показать. Куда может любой житель города позвонить, это телефоны районных администраций, специальные закрепленные, сделать заявку. Вот мы хотим с людьми выйти. Привезите нам саженцы, дайте нам грабли, лопаты, мешки для мусора и организуйте вывоз. Это очень важно, да, потому что, ну, к сожалению, опыт предыдущих субботников на протяжении многих лет давал сбои иногда какие. Когда люди собрались, убрались, мусор собрали, мусор не вывезен 3-4 дня, и уже у людей разражение. Естественно, они поработали, а неуважительно отнеслись к их труду. И, конечно же, это неправильно. Поэтому очень важно, я призываю самарцев, обращайтесь, звоните, и работа администрации районной будет организована. Первый субботник, кстати, уже прошел. Да, всего три. Да, всего три. Да, все субботы мы предлагаем, чтобы был субботник. В чем проблема-то? Во всяком случае, сотрудники администрации, муниципальные служащие, работники учреждения будут каждый субботник работать. Как и договаривались, все по-честному. Вот у меня, например, во дворе был даже дождик, а дворники убирали газон. Ну, не только дворники, но и чиновники, в первую очередь, своим примером. И я могу сказать, что цифра порадовала. Уже первый субботник 30 тысяч человек вышло. 30 тысяч. Это еще мы его не объявляли как общегородской. Общегородской у нас 20-го числа. Но уже 30 тысяч жителей вышли в помощь и поддержку. Спасибо этим людям. И я надеюсь, этот показатель будет расти. Мы, если хотя бы, мы треть населения, треть жителей нашего города выйдет на уборку. Конечно, это будет совершенно иной уже качественный результат. Тем более, я думаю, все жители замечают, как стараются и работники дорожных, коммунальных, жилищно-коммунальных служб. Работники сферы благоустройства города. Ну, то, что в начале апреля наш город уже в таком состоянии, которое, я могу сказать, не помнил никогда, большая их заслуга. И заслуга тех людей, которые уже вышли на уборку города. Спасибо им. И надеемся, в течение апреля мы полный порядок наведем совместно с жителями. И звонок уже у нас. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Алло. Алло, добрый вечер. Добрый вечер, слушаем вас. Здравствуйте. У меня к вам вопрос по поводу конно-спортивного клуба «Буденовец», который находится в парке «Дружба». Я, к сожалению, извините, не раз слышу. Да, вы помедленнее, пожалуйста. И почетче. Представьтесь, будьте любезны. Меня зовут Барлетта Анастасия Сергеевна. Меня интересует вопрос о дальнейшей судьбе конно-спортивного клуба «Буденовец», который находится на территории парка «Дружба». Да, да, да. Все. Спасибо, я понял. Спасибо, да. Анастасия Сергеевна. Не очень четко. Анастасия Сергеевна. Значит, то, что касается Буденовца. Прошла информация, что его администрация парков Самары хочет ликвидировать. Вы знаете, что был пожар. Пожар, кстати, не случайно был. Да, там ведет следствие, не исключено и поджог. Но мы должны понимать, что все-таки подобного рода учреждения, они должны соответствовать нормам противопожарной безопасности. И поверьте, я разговаривал с директором парка «Самары». Да что там, я сам в выходной день подъехал на территорию парка и переговорился с исполнительным директором этого клуба. Мы за, чтобы этот клуб остался. Там занимают сотни ребятишек. И, конечно, мы обязаны это поддержать. Но мы должны понимать и другое. Сейчас вот владельцы этого клуба, я так скажу, говорят, мы готовы построить там что-то новое, современное, достойное. В таком формате мы готовы к этому варианту развития событий, готовы его поддержать. Но если будут опять лачуги какие-то там строиться, во-первых, это парк, а вы знаете, что мы все парки приводим последовательно в порядок, и таким заведением там не место, то, ну мало того, это будет по-прежнему подвергать угрозе жизни, здоровья и животных, но, не дай бог, еще и людей. Поэтому против такого варианта выступил даже не директор парка, а там было предписание надзорных органов, в том числе МЧС, противопожарной охраны, которые скажут, что, конечно, такое мы не позволим здесь делать, и я понимаю эту позицию. Но мы готовы вместе с клубом обсудить и даже помочь, хотя, он говорит, мы готовы проинвестировать, тем более, мы готовы поддержать, но давайте сделаем это достойно. Давайте в нашем городе все делать достойно, чтобы не стыдно было за то, что мы это сделали перед своими детьми, перед следующими поколениями. Вот это важно, вот это слово, я хотел бы, чтобы мы к нему как-то привыкли и в сознании, и в душе достойно делать. Поэтому клубу быть, я уверен, никто никого там не выгоняет, я сказал, что обязательно поддержать, и директор парков в Самаре это делает сегодня. Но если будет размещаться новый объект, это должно быть современное, красивое, достойное здание и учреждение. Пока еще не совсем привыкли к достойному, за предыдущие многие годы привыкли к тому, что... Нам много, что надо исправлять. Да, это правда. К тому, что Самара, вот, ну, мягко говоря, не самый чистый город. Тем не менее, вот, областной конкурс по итогам 2012 года, благоустроенное муниципальное образование, да, одна из номинаций, это все-таки Самара, все-таки озеленение, есть успехи. За два года это результат работы двухлетней? Что-то поменялось при... Двухлетней, в первую очередь, работа 2012 года. Но, действительно, наш город, ну, к сожалению, никогда не был чистым. Много шуток на это еще, из советских времен есть. И я могу сказать, что я бывал в других городах, когда работал в правительстве Самарской области, я видел, ну, например, как в Отрадном, да, небольшой город, ну, каждый буквально клочок земли ухожен, да, и, конечно, горизонт управления, что называется, вот он все время перед твоими глазами, и ты имеешь возможность лично пройти, убедиться, что сделано именно так, как договаривались с людьми, как ты давал указания. Но, вот, это хороший опыт, да, и мы должны его транслировать. И я, да, я рад тому, что правительство Самарской области отметило наше усилие по итогам прошлого года. Самара была отмечена как самый зеленый город, но наше достижение в озеленении самый высокий. По памяти скажу, более пяти тысяч деревьев было высажено за прошлый год и около четырех тысяч кустарников. Представляете? Вот в десятом году показатель был около тысячи деревьев, я считал, что очень хороший показатель, он действительно неплохой. Но в прошлом году пять тысяч и четыре тысячи кустарников, и там еще цветов. Вот в этом году мы, например, собираемся миллион цветов высадить, миллион в нашем городе. Я надеюсь, что жители не будут их выкапывать, увозить на свои огороды и садовые участки. К сожалению, мы сталкиваемся с этим. Я понимаю, что очень, наверное, хочется красиво, но давайте делать красиво для всех, а не только на свой участок, я вас прошу, дорогие горожане, давайте мы вот те цветы, которые появятся в нашем городе, пусть они в общественных местах оставятся для всех, чтобы мы могли все ими любоваться и наслаждаться. И вот эти усилия по озеленению города, в том числе приведения в порядок парков, благоустройства парков, парки, скверы, мы активно этим занимаемся два года, они были отмечены правительством Самарской области. Действительно, Самара в этой номинации заняла первое место, и я хочу и жителей поздравить, потому что это для всех для нас делается, ну и, конечно, своих коллег из департамента благоустройства, из отраслевых муниципальных предприятий, это и благоустройство, и город Зеренхоз, это наша совместная работа, это достижение. Еще один звонок у нас есть, алло, добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас, здравствуйте. Здравствуйте, Дмитрий Игоревич. Здравствуйте. К вам обращается вот жительница без именки, Черкасова Мария Петровна. Мы проживаем в Красной Коммунаре 17, это граница промышленного и советского района. Значит, на промышленной территории находится мусорка, ну, убирают ее, поддерживают, вот, допустим, в субботник, но, как только начинается вот летний период, мусорка это граница промышленного района, практически очень редкая и очень, даже сказать, сложно, часто убирается, туда везут мусор со всех рынков. Ну, нам, конечно, это не совсем приятно, это летом все это. Проспект Карла Маркса 17? Красных Коммунаров 17. Красных Коммунаров, извините, что-то не очень хорошо слышно. Красных Коммунаров. Это район птичьего рынка. Да, 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 я понял. Значит, здесь находится детский центр, это центр реабилитации, но летом крысы бегают, это невозможно. Да, спасибо, спасибо. И второй вопрос можно еще попутно задам? Я, значит, к вам неоднократно обращалась, тоже звонила по поводу, нам обещали, как бы разговор был такой, что рассмотрят, чтобы пустить маршрутку по улице Дыбенко. Мы, вот, инвалиды, пенсионеры, у нас перенесли пенсионный фонд с улицы Революционной на улице Дыбенко 120, и это очень туда тяжело добираться. Хотели бы, как бы, ну, с такой просьбой обратиться. Вы обещали, что рассмотрим такой вопрос и, возможно, пусть им туда машут. И рассмотрели, расскажу, в чем проблема. Хорошо, спасибо. Спасибо вам. Ну, то, что касается вот этой мусорки, которая в зимний период нормально обслуживается, летом бывают проблемы, благодаря рынку возьмем на контроль. Уверен, глава района и сейчас уже смотрит, либо его подчиненный на контроль берет. Но, действительно, очень правильно проблема отмечена, что это несут с рынка, и, конечно же, те контейнеры, которые установлены, они рассчитаны на жилой фонд. И в соответствии с этими потребностями определяется и периодичность вывоза, и проблема нет. Количество машин и так далее. Да, но когда туда дополнительно несут с объектов потребительского рынка, или еще хуже, вот там с рынка, может быть, не всегда санкционированы, сегодня мы почти все объекты потребительского рынка заставили заключить договоры на вывоз отходов, разработать нормативы, есть такая процедура, определить сколько. А у нас зачастую огромный магазин имел норматив, что он там полконтейнера в неделю заполняет. Понимаете, что это ерунда полная, да, это обман. Так вот, мы эти нормативы заставили заново их пройти и переутвердить. Не везде еще сделали, но в основном. А вот с такими объектами, конечно, есть большая сложность, и жители жалуются именно вот в таких местах сейчас. Возьмем на контроль, и с рынком, я думаю, поразбираемся, и с этой мусорной контейнерной площадкой. То, что касается Дебенко. Дебенко у нас сегодня улица не в том состоянии, где общественный транспорт активно двигался. Значит, это является препятствием, но я хочу сказать, что, ну, наверное, мы по дорогам-то поговорим. Как в апреле не поговорить про дороги, да? Я думаю, поговорим мы и о дорогах сегодня, потому что это традиционная тема, к сожалению, традиционная по весне, не только для нашего города, для большинства городов страны. Но тема есть, конечно. И мы планируем, что, конечно же, по Дебенко нужно делать ремонт. Очень надеемся, что вот в процессе исполнения бюджета мы эту улицу сможем дозаявить. То, что мы ее пройдем так называемыми картами, небольшими участками, да, отремонтируем, это точно. Постараемся этим подходом добиться нормативного состояния для общественного транспорта, ну, для маршрутки хотя бы. Записал. Во всяком случае, я могу сказать, что вот самарцы сами сделали такой антирейтинг дорог самых тяжелых, так сказать, в тяжелом состоянии. И мы учли его при подготовке дополнительных предложений к финансированию. Могу сказать, что предварительно уже с губернатором мы договорились о дополнительных выделениях средств. Да, речь, по-моему, о 500 миллионах, да? Да, да. Так что об этом. Да, да. Но давайте еще раз коротко о том, что мы уже запланировали. Мы запланировали в этом году важнейшие магистрали по всей протяженности к ремонту. Это Победа и Гагарина. Гагарина по всей протяженности. Это очень важно для нашего города. Это важно еще с точки зрения синхронизации нашей совместной работы с правительством Самарской области. На следующий год министерство транспорта планирует областную дорогу, Московское шоссе, тоже ремонтировать капитально. И, конечно же, Гагарина примет на себя транспортный поток гораздо больше, чем сегодня. Поэтому в этом году мы делаем Гагарина, а на следующий год наши коллеги будут делать основательно уже Московское шоссе. Хотя вот там некоторая колейность появилась. Иван Иванович Пивкин, министр транспорта, Самарской области сказал, что в этом году ее уберет. А на следующий год сделает капитально. Итак, мы делаем в этом году Гагарина. Мы делаем в этом году Победы. Мы делаем в этом году нововокзальный участок, который остался недоделанный. Мы делаем, я крупный только назову, Олимпийскую. Ну, мы говорили, что убитая абсолютно дорога. Старозагора. Да, Старозагора. И мы, знаете, на расценочках нашли возможность сэкономить. И еще физкультурную дозаявили. И сейчас коллеги нам пообещали, что физкультурная тоже будет включена. Вот это по-крупному такие крупные. Ну да, физкультурная тоже помогает Победе разгрузиться. Конечно. В тяжелом состоянии дорога, вот я говорю, там буквально порезали жестко расценки и дополнительно еще участок физкультурный сделаем. Кроме этого, ремонт картами мы пройдем очень серьезно. Но, опять же, это не будет там в центральной части, допустим, города. По всей территории города это будет сделано. Сейчас, вы знаете, мы идем ямочным ремонтом, около 40 тысяч квадратных метров ямочным ремонтом отремонтируем. Понятно, что это совершенно временное, но это вынужденная мера. Потому что иначе вот сейчас по некоторым дорогам просто не проехать. Поэтому да, идем ямочным ремонтом. Да, делаем, понимая, что это, мягко говоря, не очень эффективно, для того, чтобы хоть как-то ситуацию сейчас удержать, выровнять. Результаты. Ну, я рассказывал как-то, что на 1 января 2011 года, то есть вот в начале моей работы в должности, 90% дорог в Самаре не соответствовали нормативам. Были в ненормативном состоянии, как мы шутим, вызывая ненормативную лексику, соответственно. По оценкам уже на 1 января текущего года ГИБД дает 70%. То есть 20% фотоевая. То же колоссальная проблема еще, колоссальная. И я же чувствую ее так же, как и все остальные. Я езжу и хожу по улицам нашего города. Но уже результат есть. За счет чего? Во-первых, конечно, мы увеличили финансировать. Нам помогла федеральная программа на новой дороге к городам России 2011 года. Плюс мы заботимся о качестве. Гарантийный срок 5 лет. Вы знаете, что все дороги, которые в последние 2 года сделаны, они в нормальном состоянии. Одна из них не развалилась. Но мы жестко же требуем с подрядчика гарантийного срока. Для наших подрядных организаций это было новостью, когда мы через год вдруг предъявили претензии. А уж когда мы сейчас через 2 года, если сделано, в 2011 году предъявили претензии, они сказали, ну вы что? Мы сказали, а вот контракт, 5 лет. Такого не было никогда. И даже если эти дороги сейчас где-то будут подвержены разрушением, а мы оценку сделали, задефектовали каждый клочок буквально дорожного полотна, это сделано будет за счет подрядчика. Обязательно. И непременно. И уже эти работы ведутся, кстати. И по дополнительную заявку на дополнительные 500 миллионов рублей предварительно есть договоренность о выделении этих средств. Николай Меркушкин, губернатор Самарской области, очень внимательно рассмотрел ситуацию, послушал наше обоснование. Оно, кстати, могу коротко сказать, оно достаточно простое. Существуют нормативы на протяженность и площадь дорог. Вот в соответствии с этим нормативом у нас протяженность дорог городских 1087 километров. Значит, в соответствии с нормативами мы должны ежегодно 520 тысяч квадратных метров, это уже площадь, не протяженность, 20 квадратных метров, делать капитальным ремонтом 330 тысяч квадратных метров текущим ремонтом. 850 тысяч квадратных метров мы должны ежегодно ремонтировать, только чтобы поддерживать, не улучшать, а поддерживать. Вот мы превысили этот показатель впервые в 2011 году, когда мы сделали больше миллиона 100 тысяч. Вот сейчас, то есть если нам 850 тысяч, где-то нам нужно 1 миллиард 350 миллионов рублей только на ремонт, без реконструкции, без нового строительства, только на ремонт на текущее поддержание. Я эти обоснования Николаю Ивановичу представил, обратился с письмом и предварительно Николай Иванович откликнулся и дал поручение вот эти средства рассмотреть в ближайшее время в процессе исполнения бюджета, за что ему огромное спасибо. Потому что мы выйдем на нормативные показатели ремонта. Но чтобы улучшать ситуацию, здесь следующая оценка. У нас недоремонт, извините за терминологию, оценивается где-то 18 миллиардов рублей, накопленные за предыдущие 15 лет только. Соответственно, вот если по 3,5 миллиарда рублей на ремонт, только на ремонт, еще раз подчеркну, без реконструкции и строительства нового, 3,5 миллиарда только на ремонт тратить, вот за 5 лет мы выйдем на нормативное состояние. Но пока таких денег не обещано. Хотя я надеюсь, что в перспективе, а мы очень серьезно сделали проектный задел, мы потратим только в этом году, только на проекты, там где-то 140 миллионов рублей. И это даст возможность нам на будущий год 3,5 миллиарда, в общем, быть готовыми к освоению, потому что подходы изменились уже не по дефектовкам, а только по проектам со следующего года, и мы будем к этому готовы. Но будем рассчитывать, что концентрация усилий именно на Самаре и областного правительства, мы видим, какое сегодня внимание есть и губернатора столицы региона, совершенно правильное отношение, внимательное отношение. Правительство Самарской области в целом позволит сконцентрировать усилия вот того дорожного фонда, рекордного, как мы знаем в этом году, областного дорожного фонда, именно на столице региона. Слишком долго наш город все-таки здесь по остаточному принципу финансировался. Звонок, да, алло, добрый вечер. Алло. Да, слушаю вас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валентин Павловна. У меня, Дмитрий Игоревич, такой вопрос. Я живу по Старозагоре, дом 209. У нас в доме арка. И освещения никакого нет. Ни в самой арке, ни над аркой, нигде. Нам провели два года тому назад от остановки через дубовую рощу освещение. Там, по идее, надо бы поставить восемь столбов. Поставили шесть. И вот как обрубили, и вот идешь по какие-то, наверное, 200 метров, темно, не знаю как. А вот сейчас люди, студенты возвращаются вечером, с работы, кто поздно. У нас сколько раз встречали в арке людей, и били, и снимали шапки. Я обращалась в свою организацию, это вот, управляющая контору ВАСКО. Все обещают, но вот и ныне там. Вот интересно, я бы хотела знать, за сколько столбов отсчитала 100 организаций, которая проводила это вот освещение. Ну неужели вот логически нельзя было сделать еще два столба поставить, и вопрос был бы решен. Вот и то. Нет, у нас все половины делают. Спасибо. Вот благодаря таким активным людям, как вы, и улучшается жизнь. Проверим мы эту ситуацию, и в арке решим вопрос, уж в арке мы точно решим вопрос с освещением. Там можно это сделать через буквально светильники, которые на доме, на жилом можно развестить, если я правильно ситуацию понимаю. Но вообще вот то, что даже вот Мальцина Степановна, при том, что вот два столба не доставили, да, заметила, что освещение это сделали, да, на большом протяженности участка улицы. Ну действительно, у нас очень хорошие достижения. Горсвет, могу сказать, работает очень эффективно, и достижения очень серьезные по освещению города. Мы там десятки тысяч светоточек вернули к жизни, создали, и у нас очень хорошие планы. Вот теперь у нас программа не светлый город, не просто освещение, а цветосветовая среда, коллеги. Вот такую программу утвердили, потому что будут в дальнейшем включаться элементы подсветки фасадов, памятников и так далее, ландшафтные подсветки. Уверен, у нас тут очень хороший план, добьемся результата. А это конкретный вопрос, но в этом году мы просто обязаны решить, я считаю. Поручение такое я дам. Спасибо. Раз уж Валентина Степановна у нас заговорила о контроле, состоялась на этой неделе комиссия. Вот контроль, очень важно, чтобы был общественный, да? Да. Вот я как раз про общественный контроль и хочу спросить. Так, давайте. Про общественную палату при вас, которая существует в Самаре. Общественная палата городского округа. Да, городского округа. Собственно, речь шла о том, что вы их пригласили поучаствовать в этой работе, как раз в антикоррупционной в том числе. И даже пообещали полномочия. Что это могут быть за полномочия? Какая роль здесь общественников? То, что мы активизировали свою работу по борьбе с коррупцией, я думаю, заметно всем. Это заметно и СМИ, и информация, и пестрит лента самарских новостей. Я осознанно иду на это. Я могу сказать, что мне тяжело. Мне, конечно, нужна помощь общественности здесь. Самых широких слоев общественности, жителей города, которые активно включаются в эту работу и звонят. У нас есть телефоны доверия. Я не знаю, есть ли у нас их сегодня, можем ли показать, но они есть на сайте, и по телевидению мы их часто транслируем. Куда можно позвонить, сообщить о фактах коррупции, допустим. И, конечно, мне нужна помощь общественной палаты, потому что это люди, которые имеют определенное общественное положение, авторитет общественный, мнение, лидеры общественного мнения. И, конечно, к ним я прислушиваюсь очень внимательно. И, безусловно, сотрудники администрации. Мне нужна их помощь. Ну, как я сказал, всех жителей города, ну и, конечно же, этих уважаемых людей. И я обратился к ним с такой просьбой помочь в этой работе. И мне, и администрации города в целом. Я предложил... Вот в общественной палате есть комитет. Я предложил, чтобы за каждым комитетом был закреплен отдельный департамент. И комитет, либо его представитель, очень внимательно, буквально в режиме, если понадобится в каждый день, это было бы лучше всего, осуществлял вот такой общественный контроль за деятельностью департамента. Можно привлечь людей еще дополнительно для этого, просто жителей города, экспертов в своих отраслях. У нас же, знаете, появился термин профессиональные горожане. Вот из рассерженных многие люди, которые были привлечены в работу, разработки стратегии города, наведение порядка в городе, решение каких-то конкретных задач. Они вот такой статус профессиональные горожане, они сами это придумали. Человек профессионал в своей сфере. Инженер системы техник, инженер механик, занимается он водоканалом или канализацией. Он может свое мнение и он как общественный контроль осуществить и подсказать как эксперты сработать. Ну, здесь в первую очередь, конечно, члены общественной палаты. Я надеюсь, что... Ну, вернее, мое предложение принято. В ближайшее время такое раскрепление с департаментов произойдет и не только отчитываться перед ними будут. Вся документация департамента будет... Департамент обязан предоставлять, уже обязан предоставлять члену общественной палаты для контроля. То есть, куда пошли деньги? Здесь включаются и депутаты городской думы. Они избраны людьми и, конечно, для них эта информация открыта. И депутаты активно в эту работу также включились. Но я считаю, здесь очень важна эта работа, именно общественный контроль. Общественное мнение позволит нам с коррупцией бороться более эффективно. Вот если бы мы это все прятали, знаете, мне говорят, а давайте мы не будем выпячивать, не будем рассказывать о вот этих коррупционных фактах. Это же сказывается негативно и на имидже администрации. Надо это делать. Я в этом уверен. Это повысит эффективность нашей работы. Надо делать и больно где-то. Потому что, ну, как хирург, да, вот он делает человеку больно, но он делает для того, чтобы его вылечить. Вот у нас сейчас такая же ситуация. Мы должны эту опухоль вырезать буквально, вырезать. И я этой работой буду заниматься, я могу сказать, очень активно и дальше. Можно ли коррупцию полностью победить? Нельзя ли? Вопрос дискуссионный. На то, что можно ее создать условие, что она будет практически невозможна, да, это в первую очередь общественный контроль. Прозрачность работы администрации. Мы открыты и для СМИ, и для всех людей всю информацию предоставляем. Значительных результатов здесь можно добиться, и мы их уже добиваемся, и вы знаете, что есть. У нас 569 проверок внутренних, только мы в прошлом году провели. По части из этих проверок мы инициировали возбуждение уголовных дел или обратились следственные органы сами. Вы знаете, что у нас есть и чиновники, которые попались, чего уж там говорить. Чиновники, я могу сказать, по которым была просто информация оперативная, есть уволенные и среди руководителей департаментов даже. У нас есть наказание, взыскание, штрафы, депримирование и так далее. Ну, в зависимости от, так сказать, доказанности, недоказанности, либо там нарушение все-таки есть небольшое, да. Но мы эту работу продолжим. В этом году мы включили активно в нее общественность. Нам крайне важно, что здесь общественное мнение было сформированное. Это тем более важно, что Самара является городом, в котором должны пройти матч чемпионата мира про футболу. Значит, мы ожидаем, естественно, очень серьезных инвестиций, бюджетных, в первую очередь, инвестиций в наш город. А значит, мы должны быть готовы, чтобы их эффективно осваивать на благо жителей, на благо родного города. Я сегодня не дожидаюсь перитонита. Правда. Звонок, алло, добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, слушаем вас. Меня зовут Андрей, проживаю по улице Нововокзальная, 203. У нас ситуация с сквозным движением во дворе. Я являюсь отцом ребенка, но в возрасте двух лет у нас детская площадка во дворе. И все вечерние пробки, начиная с пяти часов, объезжают по нашим дворам. Это угол Московского и Нововокзальной, правильно? Это дороги. Вот неблагоприятная экологическая обстановка в наших дворах. Хотелось бы решить этот вопрос. Андрей, а думали, старший по дому есть в доме? Нет, нету. Как нет? Не может такого быть. У вас дом квартирный, я насколько понимаю, многоэтажный дом. Да, многоэтажный, девятиэтажный дом, но и не один дом. Я понимаю, но у вас точно есть старший по дому. У вас совет многоквартирного дома есть. Вот надо поактивнее работать с этими вот общественниками. Но я записал адрес. Просто понимаете, в чем дело? Я бы предложил вам выработать механизм решения, а мы готовы помочь его реализовать. А к кому бы обратиться можно было? Ну, это глава района. Поручение я дам. И что глава района вместе с ТОСом, со старшими по домам вместе выработайте решение. Вот давайте придумаем, как это сделать. Есть вариант, когда устанавливают шлагбауму. Не всегда это вариант возможный, потому что есть спецтранспорт, скорая помощь, пожарные машины и так далее. А любое препятствие может быть критично для жизни людей. Да, да, да. Я знаю. Нужно, значит, находить другие варианты. Давайте вместе подумаем, как это сделать. А с реализацией я совершенно точно помогу. Ну, допустим, можно ограничить движение, но, то есть, не шлагбаумом в конкретном дворе, а перекрытием проезда между двумя дворами, в которые, возможно, заезд с обеих сторон. Андрей, все, договорились. Значит, с ТОСом подумайте вместе. На вас выйдут обязательно. Адрес я записал, Нововокзальная 203. Глава района вместе с ТОСом подумают. Если вы оставите с телефона, выйдут и на вас. Придумаем вариант тогда вместе и его реализуем. Спасибо. Завтра серьезный для вас день. Заседание Городской Думы. Ну, скажешь, день серьезный у меня. Хорошо. Работа такая. Отчет за 2012 год. Понятно, что информации много. Много. Да. Ну, хотя бы так. Пять основных, ну, главных достижений в 2012 году. 222 показателя, по которым контролируется деятельность администрации и моя работа. 222, и там 500 страниц текста практически. Понятно, я весь доклад не буду зачитывать, весь отчет. Депутаты пошли навстречу, и я выступлю с докладом, всего лишь коротким достаточно докладом по этому отчету. Но вся информация, в том числе в табличной форме, все будет предоставлено депутатам, опубликовано. То есть тут никаких вопросов нет. Ну, если говорить о главных, знаете, говорить о главных достижениях вот деятельности администрации, может в целом по городу, я, конечно, бы отметил, наверное, в первую очередь это, пожалуй, создание мест в детских садах. Вот только за прошлый год более 4100 мест мы создали в детских садах новых. За два года 6222 места. На самом деле это колоссально, это очень серьезный показатель. Это, конечно же, значительные затраты, да, это усилия и людские, и финансовые, очень серьезные. Кроме того, мы же, ну, содержание одного ребенка в среднем для бюджета отходится 9 тысяч рублей. Вот вы можете представить, да, а это же еще кроме содержания ребенка нужно было сделать ремонт и закупить оборудование, проектно-сметную документацию и так далее, и так далее. То есть это колоссальные деньги. А кроме этого мы понимаем, что создавая места, мы должны создать условия, чтобы люди туда шли работать, потому что очень низкие зарплаты были. И мы вот за последние только 4 месяца у нас зарплата выросла в полтора раза по воспитателям дошкольного образования. В полтора раза. Представляете, это полмиллиарда рублей из бюджета. Да, да, наверное, можно было потратить их на благоустройство, на дороги, что тоже очень важно для нашего города. Но не решая эту проблему, мы не ликвидируем очередь. А у нас очередь на 1 января 2011 года была 20 тысяч ребятишек. А мы 6 тысяч уже решили. И если говорить про категорию детей от 3 до 7 лет, я поставил задачу, как один из приоритетов важнейших на этот год, ее полностью закрыть тему в этом году. Да, скорее всего, мы все-таки к середине следующего года достигнем этого результата. Хотя приложим усилие, что в этом году. И правительство здесь помогает нам сейчас. Увидело наше усилие. И вы, значит, вы понимаете, что там, где сам работаешь, да, там тебя и поддерживают в этих направлениях. И обещаны очень хорошие помощи из областного бюджета. Я, конечно, очень рассчитываю, что по максимуму эту задачу уже ликвидацию очереди детских садов в категории детей от 3 до 7 лет мы решим в этом году. Да, кое-где нам придется и ясельные группы переоборудовать. То есть там, где были двухлетки. Это не значит, что эти детишки там из детского сада не будут ходить. Нет, они, группы вырастут вместе с детьми. Вот им исполнится 3 года, и они останутся, да, в этой же группе. Почему мы делаем упор именно от 3 до 7? Все-таки до 3 лет мама может посидеть с ребенком, место сохраняется в соответствии с законодательством, меры соцподдержки есть. А вот с 3 лет все, надо идти уже наработать, и вариантов никаких. Вот мы не можем создать условия, чтобы человек здесь оказывался в безвыходном положении. А у нас сколько матерей одиночек? Как быть? С кем оставят ребенка? Зачастую бабушки там нет. Мы именно на эту категорию от 3 до 7 лет делаем, конечно же, основной упор. Еще раз, в этом году, то уж к середине следующего, надеемся здесь очередь ликвидировать. И, конечно же, я бы это отметил отдельно. Знаете, это серьезный результат. В этом году мы 6 тысяч мест хотим за год создать. Я рассчитываю, что у нас все получится. Не могу не отметить, как результат прошлого года. Это то, что мы ввели рекордные показатели жилья в нашем городе. 905 тысяч квадратных метров. Знаете, это очень серьезный показатель на уровне лучших показателей советских времен. Мы этого достигли. Мы вытащили здесь областной показатель, потому что всего в области там 1 миллион 400 тысяч жилья введено, а мы ввели 905. Ну, в Тольятти там 140, по-моему, 120 тысяч всего, хотя город 750 тысяч человек. Это говорит о том, что в нашем городе хотят жить, покупают, строят жилье, приезжают люди из других городов и регионов. И, конечно же, эти темпы нас очень радуют. На 20% это больше, чем предыдущий год, и уж не говоря там 10, 9 и так далее. Значит, на этот год мы уж точно эту цифру не планируем понизить никак. Это я бы как показатель тоже отметил. Не могу не сказать о чемпионате мира по футболу. В прошлом году это решение принято. Решение важное для нашего города, не только для любителей спорта, потому что вот все наши планы и мечты становятся осязаемыми. Они обретают сейчас форму конкретных программ федеральных, областных, муниципальных. И это значит, что и новые дороги, как мы говорили, больницы, социальная инфраструктура, потому что также необходима. Спортивная тем более инфраструктура, благоустройство нашего города. Ну, конечно, это наш шанс, который мы обязаны использовать по максимуму. Мы для этого работаем рука урка с правительством области и работаем напряженно, уверен, что все получится. Конечно же, я бы отметил ремонт моста по улице Главной, наверное. Вот как ни странно, один вроде бы всего лишь объект, но когда мост 10 лет находился в аварийном состоянии, его боялся кто-либо трогать вообще, потому что говорили, вот нас жители не поймут. Людям надо объяснять. Но когда люди видят результат, они, конечно, потерпят. И спасибо большое, я не раз говорил горожанам. Но то, что вот эта проблема, которая больше 10 лет, что мост в аварийном состоянии, когда мог обвалиться в любую минуту, пострадать люди, мы решили в этом году. Я тоже хотел бы это отметить. Благоустройство парков, скверов, просто общественных зон. Ну, не могу не отметить. Мы большинство парков и скверов уже привели в порядок. В этом году закончим, например, реконструкцию парка Гагарина, самого посещаемого нашего парка. Горожане уже отметили, что там сделано и сколько. Но в этом году мы ее завершим, вторую часть сделаем. Да, нет возможности финансовой в один год. Много и других проблем. Но понятно, что без благоустройства города мы не поменяем и отношение горожан к своему городу. Не поменяем. Вот человек, когда видит, что чисто, да, вот прибрано. Достойно. Достойно, правильно. Хорошо. Он и сам будет по-другому себя ощущать и относиться к родному городу. И набережные бы продолжили реконструкцию. Ремонт. Площадь Кирова, я пообещал, когда мы сделали набережную, люди, которые живут на Бесемянке, самые густонаселенные территории нашего города, сказали, а где у нас-то? Где у нас это? И я отдельно Кирову площадь хотел бы отметить. Сто ларьков мы там почти убрали. Там превратилось в рынок и помойку. А там суд-то выиграли. Но вот сейчас служба судебных приступов, его приставов должна снести из заведения и дальше вот этот, вы говорите, за ним. Да, да. Да. Там предоставлена эта территория правительства области под застройку, но пока стоят ларьки. Уверен, дожмем мы эту историю, чтобы там достойный объект появился, а не вот это вот уже, то, что не соответствует все-таки подходам нашего города. И на площади Кирова, да, приведена в порядок. Тоже вот, наверное, вот эти основные аспекты, которые бы я отметил. Еще один звонок. Алло, добрый вечер. Добрый вечер. Да, слушаю вас. Меня зовут Сергей Константинович. Дмитрий Игоревич, я хотел, во-первых, поблагодарить вас за вашу работу. Спасибо, Сергей Константинович. Вот, я как раз на безымянке живу. И хотел задать такой вопрос. Вот сейчас подсохнет на улицах, начнется пыль. Пыль. Да. Затем пойдет тополиный пух. Вот при Лиманском существовала какая-то программа комплексная по борьбе с пылью. Потом при Тархиве она, естественно, заглохла. Существует ли в городе сейчас какая-то такая общегородская программа именно по борьбе с пылью, с тополиным пухом? Сергей Константинович, спасибо за вашу оценку работы. Это оценка, конечно, большого коллектива администрации, хотя он и в полтора раза сократился. Мы чиновников за время работы с трех тысяч на две тысячи. Сейчас две тысячи сто сотрудников муниципалитета. На тысячу сократили, но эффективность не потеряли, как вы понимаете при этом. Отдельной программы нет, но у нас разработаны мероприятия по борьбе с пылью и пухом. В первую очередь закуплены в прошлом году и дополнительно будут закупаться пылесосы, пылесосов, которых не было. Наверное, вы их видели. Есть и крупные пылесосы, автомобильные, естественно, которые едут, техник, спецтехник, и пылесосят наши улицы. Есть небольшие, которые занимаются тротуарами, чтобы здесь поверхность не портить. Тротуары же тоже наши проблемы. Колоссальные, не только дороги. В интернете пишут, кстати, спрашивают. Да, и в этом году мы почти 50 миллионов рублей выделяем на ремонты тротуаров, ну, самых проблемных хотя бы точек. У нас там где-то обвалились ступеньки, где-то вот провал прямо на тротуаре невозможно пройти. На это выделяем, этим надо заниматься. И в том числе они в таком состоянии, потому что ненормативно обслуживались и убирались. Так вот, и по пыли, и по пуху работа будет вестись именно таким образом. Уборкой и пылесборниками. Ну, по пуху, конечно, мы будем применять и обрезку, хотя пух сам по себе не является аллергеном. Но вот то, что он на нем за собой тащит, образуется и пыль, и пыльца. Вот она является, конечно, вот он переносчиком вот этих аллергенов является. И, конечно, проблема есть. Но мы должны понимать, почему в свое время именно такие, именно эти тополя были выбраны. Они самые эффективные производители кислорода, они быстрее всего растут, но, конечно, есть и издержки, они быстрее всего и стареют, да, и превращаются в труху. Поэтому и в прошлом году там несколько тысяч деревьев мы снесли, именно аварийных. Очень важно здесь экспертизу провести предварительно. И в этом году также сносу деревьев будет посвящено отдельное направление нашей деятельности, аварийных деревьев. Но еще раз подчеркну, что и высадка будет опять масштабная. Ну, кстати, вот сейчас штормовое предупреждение, сильный ветер, вы знаете, уже утром, да, я сегодня в 7 утра на объезд, на проход по городу вышел, и очень крепкий ветер, холодный такой, пронизывающий в этом году, в это утро. И штормовое предупреждение, уважаемые жители, сохраняется и на вечер, очень осторожно, потому что у нас несколько деревьев уже упало, в том числе на автомобиль. И аварийные деревья, конечно же, существуют в городе, несмотря на то, что работа здесь ведется. Мы прилагаем усилия, будьте аккуратны. То есть это касается, в принципе, поведения, появления сейчас на улицах. Ветер достаточно крепкий. Еще раз, если можно, к транспортной теме, понятно, и об этом уже давно говорится, еще с советских времен, что кардинально транспортную проблему в Самаре вряд ли можно решить без магистрали центральной в том или ином виде. Вот последние недели, идут два, прошли за неделю на совещание губернатора. И вот буквально накануне вы принимали участие, что реально забрежил свет? Забрежил. И я этому очень рад. Такому внимательному, очень вдумчивому отношению губернатора Николаевича Меркушкина к этой проблеме. Действительно, знаете, такая самарская мечта уже больше 50 лет. Но в генплане она там в 40-х годах появилась. А как идея еще раньше, в 30-х годах, это еще одна улица через всю территорию города. И мы понимаем сегодня, когда у нас приходит расчетная нагрузка автомобилей на тысячу жителей, 70 автомобилей на тысячу жителей. Вот это то, что в советские времена было запроектировано. Сегодня мы понимаем, что почти в пять раз этот показатель превышен. Отсюда такие проблемы в городе. И знаете, на одной из первых встреч Николай Иванович, когда я рассказывал про наш город, приходил с конкретными показателями, финансово-экономическими проблемами, я вот как раз об этой идее, идее, которая прошла такую экспертизу временем, да, ее необходимость доказана временем, рассказал Николай Ивановичу. И он поручил этот вопрос внимательно отрабатывать. Да, действительно, два совещания губернатор провел. Рассмотрен проект, который был сделан по заказу правительства Самарской области. А вы знаете, что эта трасса планировалась как трасса непрерывного движения. То есть буквально по большей части протяженности на эстакадах заехал, и никаких светофоров, только съезды многоуровневые, и через весь город пролетел. Но проект имеет, мягко говоря, свои издержки, потому что он заканчивался на площади Урицкого. Мы понимаем, что есть туда вот этот поток вывести, а дальше что делать? И на это губернатор обратил внимание, поэтому мы обсудили варианты, как это можно решать. Но сейчас, вот прошло пять лет, но ведь концепция урбанистическая очень сильно меняется. То есть развитие городов концепция. И люди стали понимать в большинстве крупных мегаполисов, и наш город, он пятый в России по численности, что город должен быть не для машин, а для людей. Не для машин, а для людей. И это и проектировщики понимают. Поэтому один из вариантов, более дешевых, кстати, и мы предлагали еще в 2011 году этот вариант рассмотреть, рассмотрен плоскостной вариант, без эстакад, да, по большей протяженности. Это городская улица с регулируемым движением. Но это улица, которая проходит через весь город дополнительно. Это улица, которая должна иметь приоритет общественного транспорта, о чем мы настаивали. И сейчас это находится в воплощении уже в корректировке проекта. Она дешевле. Но если мы пройдем по всей протяженности пробьем эту магистраль важнейшую через весь город, конечно, это серьезно уже будет разгрузкой. При этом вариант, который Николай Иванович рассматривал и одобрил, не закрывает перспективу строительства эстакад. Ну кто знает, но пройдет время, появятся дополнительные возможности. И все-таки эстакадом возможно будет построить. Очень важно сейчас решениями проектами эту перспективу не закрыть. Поэтому то, что дано поручение губернаторам, проектировщикам и Министерству транспорта, проект их заказу был разработан. Это двухполосное в каждом направлении движение по бокам улицы. А там створ, вы знаете, широкий. И 100 метров, и 140 метров створ центральный или Карла Маркса. А середину оставить пока, там в том числе машин же много сейчас стоит, да, чтобы можно было и парковку организовать, а где-то и общественные зоны. Но эта середина, вот я говорю простым языком, конечно, как резерв, потому что там можно расположить как раз опоры, на которых построить эстакады в будущем. То есть мы, решая сейчас очень важную транспортную задачу, не закрываем перспективу города. Вот, по-моему, это очень верный и правильный подход. Вы знаете, что мы предлагали ранее, и сейчас нас коллеги поддержали, уже, собственно, участок от границ города до Кирова вошел в федеральную заявку, подготовив ЧМ по футболу. Мы рассмотрели вариант строительства хотя бы до Авроры в дальнейшем, да, чтобы был, во-первых, соединен Кировский мост с Аврорским мостом, ну, там, Южным мостом, ну, Аврора, там, Южное шоссе. Это уже очень серьезно, да. И вы знаете, что по генплану, о чем я рассказал Николаю Ивановичу, у нас существует и запланирована южная обводная дорога, так называемая. Это вдоль, это фактически набережная реки Самара. Представляете, там появятся дороги, связать все мосты, транспортная коммуникация Запонского появляется, доступность. Понимаете, этот район сейчас во многом, по оценкам специалистов, депрессивный, получит новый вектор развития, импульс мощнейший. Там дальше, как только дорога там появится, да там станет он очень интересным, да, очень, я уверен, успешным в дальнейшем территорией города. Это наш потенциал нереализованный. Вот эти предложения приняты, Николай Иванович дал поручение их проработать, проектировщикам Министерства транспорта. Мы, конечно же, вместе с коллегами будем трудиться. Поэтому пока я очень рад тем решениям, которые принимаются. Потому что в предыдущие времена, вот, я говорю, в 11-м мы предлагали, все-таки основная была нацеленность Минтранса на Московское шоссе, на Новосадово, а это как вот мечта. Это не мечта, это реальность, если ей заниматься. Да, давайте пока посмотрим плоскостной вариант, более дешевый, сэкономим сил и средства. Но если мы ее пробьем, это уже серьезное будет решение. Еще один звонок у нас. Алло, добрый вечер. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, последний, наверное, сегодня звонок. Скажите, пожалуйста, вот 61 маршрут очень плохо ходит. И газельки все старые, маленькие, все разбитые. Вот сели выходной, у него ни дверь, ни задняя, ни передняя не открывается. Понятно. Не представили, жалко. И еще вопрос такой. Вот подметровой мы здесь вот живем, ни одной сливной ямы нет. Куда вот сливается вода. Дождик прошел, мы здесь ездим как по морю. А где вы живете? Дмитрово. Ага, Дмитрово. Улица Дмитрово. Ни одной нет сливной. Понятно, спасибо. Понятно, там нет ливнев, это правда. И это колоссальная проблема. Вот одна из важнейших магистралей, Новосадовая, демократическая улица Дмитрово. И там действительно у нас по большей части территории города, к сожалению, нет ливневой канализации. К сожалению. И сейчас при проектировании, вот мы запроектировали улицу Луначарского отдельным мероприятием, там строительство ливневой канализации присутствует. Колоссальная проблема. Ищем варианты, вы знаете, да. Убрали мы эту лужу около парка Гагарина знаменитую, на Ракитовском шоссе. Сейчас по Кировскому району варианты находим. По знаменитой также есть участок улицы Белорусская в Куйбышском районе. И там уже мы до окончания еще весны эту задачу решим, дай бог, ну, там до конца апреля, но думаю, что май еще чуть-чуть захватим. Нашли варианты, находим варианты вот таких точечных решений самых проблемных участков. Но действительно ливневая канализация крайне нужна нашему городу. Крайне нужна. Еще раз подчеркну, даже на основных магистралях она не везде есть. Посмотрим, что делал с под Дмитрово. Этот вариант, у нас разработана программа долгосрочное строительство и развитие ливневой канализации. Уверен, что эта улица там присутствует. По срокам просто уточню, по памяти не могу сказать. Можем сообщить потом сюда. То, что касается газелек. Ну, во-первых, вы знаете, что второй год подряд маршруты распределяют через наше муниципальное предприятие. Вот раньше маршруты самые выгодные забрали коммерсанты, на невыгодных работает МУП. Там люди зарабатывают деньги себе в карман, а муниципальные предприятия в поддержку. Там бюджетные входили, потому что были убыточные. Сейчас у нас весь конкурс выигрывает муниципальные предприятия. Да, дальше мы привлекаем на договорных условиях коммерческие перевозчики, но распределяем, так сказать, по честному, по справедливости. Вот маршрут не очень выгодный, вот маршрут коммерчески привлекательный. Вот и тот, и другой, да, чтобы это не убытки брать там, не муниципальные предприятия, хотя, конечно, их главная социальная нагрузка. Но, тем не менее, распределение совсем иное. Итак, в соответствии с этими конкурсами и договорами, постепенно вообще весь транспорт должен уходить. Да, у нас есть долго... Ну, вы видите, за два года очень много газелей из города ушло. Пришли им на смену автобусы, пусть небольшие автобусы, но автобусы другого класса. И как муниципальные мы закупали больше 120 машин мы купили за два года, так и коммерческие перевозчики под нашим напором стали обновлять парк. Остались газельки тем, где по старым договорам они действовали. Мы тоже понимаем, что это бизнес, малый бизнес, средний бизнес. И вот так взять их, выщелкнуть, да, сказать, все, завтра вы остались без работы, а ваши семьи без источника существования, мы тоже не можем. Поэтому отчасти маршрутов они сохранились. Но вот я вам могу сказать, что в этом году в основном все вот такие маломерные, не уж слишком, может быть, комфортные транспортные средства с общественных перевозок должны уйти. Дмитрий Ильич, две минуты буквально остается. Еще один вопрос последний. Прошу прощения. А мы с вами встречались в начале года, вы говорили о приоритетных направлениях на этот год. Да. Как движется работа? Ну, во-первых, я напомню тогда приоритеты. Это ликвидация очередь в детские сады в возрасте детей от 3 до 7 лет. Я сказал, наши планы. 5 детских садов приступили к строительству. Еще 10 проектируем. И я сказал, что вот это наш приоритет. Новые группы открываются, уже сейчас открываются. Движется вопрос. Я говорил о том, что одним из приоритетов является повышение заработной платы в сфере образования. И в первую очередь, конечно, это по дошкольному образованию. Вот мы воспитателям повысили, а техническому персоналу, нянечкам еще не смогли, да, вот такие показатели обеспечить. Есть над чем заниматься. Дополнительное образование. Также нужно эту ситуацию поправлять. Конечно, хотелось бы поправлять и учреждениям культуры и спорта. Но вот образование в первую очередь, эту ситуацию надо выправлять. И это наш приоритет. Могу сказать, что мы уже сделали много. Я вам сказал, в полтора раза за 4 месяца. Так вот, с Нового года, только с Нового года на 40% мы подняли. То есть, это исполняется приоритет. Ну и законность порядок. В первую очередь, здесь я на этот год сконцентрировал внимание коллег на эффективности деятельности органов исполнительной власти, ну, муниципальной власти, может быть, можно говорить более широко, потому что, уверен, наши коллеги из Думы городского округа к этой работе присоединятся. Повышение эффективности деятельности органов местного самоправления. Что это такое? Это борьба с коррупцией. Это четкое программирование бюджетное. У нас бюджет, все больше и больше показатель, который распределяется деньги не по каким-то мероприятиям, а в рамках программ. Это значит, лучшая проработка, большая защищенность, перспективный взгляд, а то зачастую в этом году сделали раньше, на следующий год переделывают. А программа от этого защищает. Да, это требование законодательства, в том числе Российской Федерации. И здесь эта задача определена. Это сокращение расходов на управление. У нас лучший показатель в Самарской области за прошлый год уже. У нас 10% на расходы на управление в целом. Но на этот год 8,5%. То есть мы сократили чиновников, мы оптимизировали расходы. Очень жестко к этому подходим. Понятно, что все средства, освобождаемые на решение социальных задач. Поэтому повышение эффективности работы, я сказал об основных только составляющих этой деятельности в этом году. Вы знаете, и кадровые уже изменения произошли. Я могу сказать, что я планирую и структурные изменения. Они есть и, так сказать, те, которые порадуют чиновников. Да, я думаю, и горожан. Я сегодня подписал постановление о создании департамента спорт, физкультуры и спорта, например. Но они будут и жесткие, и структурные изменения для повышения эффективности и ответственности. В ближайшее время я это сделаю. Такой у нас год повышения эффективности деятельности. Мы обязаны в этом году с этой задачей в основном справиться. Ну, успехов. Спасибо. Успехов. Мы все от вас зависим. Мы зависим друг от друга. Мы живем в одном городе. И поверьте, что мы все здесь зависим друг от друга. Здесь одно без другого не бывает. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. До свидания. А телезрители ждут еще новости экономики. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго.